Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим Чуров, я бизнес-фотограф. Более 10 лет я занимаюсь профессиональной фотографией. Половину из этого времени я помогаю предпринимателям делать не просто красивые картинки, а создавать свой личный бренд, выстраивать доверие покупателей к их продукции и к их услугам. Почему я? Ну, во-первых, до фотографии я более 15 лет занимался организацией продаж в крупных международных и российских компаниях. Поэтому я знаю, что привлекает внимание покупателей, разбираюсь в современных трендах и знаю современные эффективные инструменты для продвижения товаров. И этими знаниями я хотел бы поделиться с вами. Почему фотография важна для бизнеса? Ну, во-первых, 80% людей — визуалы. Для нас лучше один раз увидеть, чем в 100 раз услышать. Ну, во-вторых, в современном мире первую информацию о компаниях, о товарах и услугах мы черпаем из интернета. Для этого и нужны качественные, эмоциональные, красивые фотографии как нас, предпринимателей, так и тех товаров и услуг, которые мы представляем. Конечно же, чтобы сделать качественные, красивые фотографии, вы можете привлечь профессиональных фотографов, вроде меня. Но это, во-первых, стоит денег, а во-вторых, никто, кроме вас, лучше не знает, что представляет из себя ваш товар, как выглядит производство этих товаров, каким образом вы оказываете те или иные услуги. И вы можете вложить частичку своей души в эти фотографии. С чего мы начнем? Ну, во-первых, конечно же, необходимо начать с личного портрета, с личной фотографии или аватара. Если вы фитнес-тренер, то сделайте такую фотографию в спортзале. Если вы кузнец, то сделайте фотографию в своей кузнице с металлом, огнем, где вы делаете какое-то изделие. Эта фотография должна привлечь внимание людей и по ней ваши клиенты должны понять, в какой области вы профессионал и чем вы можете им помочь. Второе, на что необходимо обратить внимание, это на предметную съемку, то есть качественные фотографии ваших товаров или услуг. Для этого необходимо знать правила композиции или построения кадра, каким образом разместить предметы на фотографии, чтобы они привлекли внимание и были эмоциональными. Первое основное правило композиции – это правило третей. Когда мы кадр делим на части двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями. Кстати, в смартфоне есть специальная функция, вы можете найти ее в настройках и выставить сетку 3х3 на экране своего смартфона. Таким образом, вам будет легче выстраивать кадр в соответствии с этим правилом. Что дает знание нам этого правила? Ну, во-первых, если мы снимаем пейзаж или какую-то красивую природу, нам необходимо размещать горизонт по линии сверху либо снизу. Таким образом, фотография будет казаться цельной и более эмоциональной. Например, если у вас есть свой гостевой дом, либо же гостиница, вы можете использовать это правило для фотографирования видов и пейзажей, которые окружают ваши замечательные места. Кроме того, если вы фотографируете предметы либо людей, то их необходимо размещать по правой или левой вертикальной линии. Для чего? Таким образом, появляется направление движения в кадре. Какие могут возникать ошибки, если мы не знаем этого правила? Очень часто любители как раз размещают линию горизонта по центру кадра и таким образом кадр рассыпается и не кажется нам единым. Взгляд человека начинает гулять вверх-вниз и не концентрируется на том, что мы хотели бы показать с помощью этого этой фотографии. Ничего страшного, если у вас есть редактор фотографий в смартфоне, вы можете легко скадрировать и сделать этот кадр именно по правилам композиции. Что еще хотелось бы обратить внимание? Это располагать предметы по диагонали или так называемое правило диагонали. Опять-таки расположение предметов таким образом будет более эмоционально и люди будут дольше задерживать свое внимание на таких фотографиях. Третье правило это контраст. Старайтесь чтобы изображение которое вы делаете были контрастными. Постарайтесь сфотографировать ваши товары, то что вы производите на фоне, который контрастирует с вашими изделиями. То есть если у вас светлые изделия, размещайте их на темном фоне. Если ваши изделия темные, то постарайтесь сделать чтобы фон был светлым. На что стоит обратить внимание новичку? Человеку, который только начинает осваивать фотографию. Во-первых, не старайтесь впихнуть все в один кадр. Постарайтесь снимать предметы по отдельности. Таким образом они больше будут привлекать внимание. Второе. Обращайте внимание на то, что находится в кадре. Увидели мусор либо какой-то пакет, который валяется на земле, уберите. Уберите мусор, сделайте, чтобы ничего в кадре не отвлекало от главных объектов. Третье. Торчащие из головы человека провода, столбы, ветки. Сфотографировали, увидели эту ошибку, сделайте шаг вправо, шаг влево и таким образом поменяйте точку съемки. Делайте фотографии одного и того же предмета с разных ракурсов и с разных точек. Таким образом фотографии будут получаться разные по свету, по эмоциональности и по композиции. Если есть несколько фотографий, которые вам нравятся и вы не знаете какую выбрать, сделайте опрос в социальных сетях либо на своей страничке и спросите, какая фотография вам больше нравится. Таким образом вы увидите, что больше заходит людям и какие фотографии привлекают внимание. С чего стоит начать новичкам в плане фотографии? Начните с фотографий природы, пейзажей, а также неживых предметов. Таким образом вы научитесь видеть свет, композицию и правила размещения предметов в кадре. Если хотите начать фотографировать эмоции, начните фотографировать детей. Они более непринужденные и с ними намного интереснее делать красивые качественные фотографии. Ну а уже после этого можете переходить к более сложным портретным либо предметным съемкам с учетом постановочных и специальных устройств. Очень часто в последнее время меня спрашивают, что выбрать для того, чтобы делать качественные фотографии? Профессиональную фотокамеру либо же современный смартфон? Мой ответ. Выберите современный смартфон с хорошей камерой, потому что наличие смартфона дает ряд преимуществ. Во-первых, он всегда с нами и мы можем сделать фотографию в любой момент. Второе, оперативность. После того, как мы сделали фотографию, мы тут же ее можем обработать и выложить в интернет. Таким образом привлечь внимание своих потенциальных клиентов или партнеров. Третье, фотографии, которые мы делаем на смартфон, всегда находятся с нами. И если от наших клиентов либо заказчиков поступает запрос скинуть те или иные фотографии наших услуг или товаров, то мы можем легко воспользоваться фотографиями, которые находятся в телефоне и отправить их нашим потенциальным покупателям. Но для того, чтобы пользоваться смартфоном и делать хорошие фотографии на смартфон, надо соблюдать определенные правила мобильной съемки. Первое правило. Обязательно перед тем, как снимать, протираем линзу камеры на смартфоне, потому что часто она бывает грязная, запылившаяся, либо на ней есть отпечатки наших пальцев. Из-за этого фотографии получаются нечеткими и размытыми. Второе. Определяем, что будет являться главным объектом в нашей фотографии. И поэтому убираем все лишнее, что отвлекает внимание от главного объекта и что не работает на него. Третье. Стараемся не использовать цифровой зум. Не пользуемся вот таким вот увеличением. Лучше подойти к объекту съемки как можно ближе, чтобы получить качественную фотографию, либо же обработать фотографию в встроенном фоторедакторе. Таким образом, качество фотографии оказывается намного лучше, чем в том случае, когда мы будем использовать этот цифровой зум. Пятое. Не используем встроенную вспышку смартфона, потому что при ее использовании фотографии получаются залитые светом и плоские, не вызывающие никаких эмоций. Для того, чтобы подсветить главный объект и то, что вы фотографируетесь, вы можете воспользоваться дополнительными источниками освещения. Например, фонариком второго смартфона, либо же любой настольной лампой, которая у вас есть под рукой. Ну и, конечно же, подружитесь с фоторедакторами. Либо можно обрабатывать фотографии с помощью редакторов, которые есть в смартфоне, либо же я рекомендую воспользоваться простым и очень удобным мобильным приложением Snapseed. Какие бы я хотел еще дать рекомендации по выбору смартфона? Во-первых, обратите внимание на камеру и какие есть режимы для съемки. Портрет, живой фокус, ночная съемка, а самое главное режим Pro для того, чтобы регулировать настройки вручную, для того, чтобы делать качественные снимки. Второе. Обратите внимание на встроенную память смартфона. Она должна быть не менее 64 гигабайт. И третье. Емкость аккумулятора. Для того, чтобы зарядки смартфона хватало на сутки, необходимо, чтобы аккумулятор был не менее 4000 миллиампер. Надеюсь, мои советы и рекомендации помогут вам сделать действительно качественные красивые снимки и освоить азы фотографии. Спасибо за внимание. С вами был Максим Чуров.